Открытая студия Здравствуйте всем! В любом случае, если у вас будет вопрос к нашему спикеру или комментарий на обозначенную тематику, которую вы совсем скоро услышите. И, конечно же, интернет-мессенджеры, телеграммы Viber, они привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один, семьсот восемь двадцать ноль шесть. О реалиях профессии актера, на том, насколько это серьезно, с какого возраста необходимо, скажем так, настраивать свое чадо или настраивать самого себя на то, чтобы попробовать свою жизнь повернуть в такое русло в этом амплуа. Обо всем этом в следующие 28 минут в открытой студии. Ну, для начала, как, конечно, ваше настроение? Узнаю, все-таки старт рабочей недели, человек творческий. Как у вас настрой? Неожиданная зима, осенняя не сбивать с тамборитма? Конечно, нет. Всегда у меня настрой позитивный. Я работаю без выходных, у меня график очень занят, я и в театре, и в театральной студии. Постоянно у меня круглые сутки идет работа по подбору материалов, по подбору тренингов, продумыванию уроков. Интересное придумывание, как разнообразить уроки, и также подготовка, конечно, к репетиционному процессу в театре Северного флота. Скажите, вот вы здесь в Лиде записано, как я уже озвучил, художественный руководитель детской театральной студии. Давайте для начала об этом. Детская театральная студия. Какой возрастной контингент ваших юных дарований там находится? Абсолютно разные, начиная с 5 лет и неограниченно. У нас 4 возрастные категории. Это 5-7 лет, 8-11, 12-18 и от 18 лет. У нас даже взрослые занимаются и тоже выпускают спектакли. То есть, вполне себе взрослые люди могут быть студентами детской театральной школы. Да, да, это можно сказать, у нас есть одна группа, которая является, можно сказать, народным театром. А тяжело совмещать работу худрука и работу в театре? Я уже привык, поначалу было очень тяжело, но я привык работать по выходным, потому что творчество для меня есть расслабление, для меня есть отдых, потому что я получаю огромное удовольствие. Для меня это никогда не напряг, а наоборот, я кайфую от того, что я делаю. Как ты имел счастье общаться с актерами из Нижнего Новгорода, замечательные люди. Была такая небольшая коллаборация встречи, или театральным языком сказать капустник, на котором собрались представители этой, на мой взгляд, очень непростой профессии из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. И несколько товарищей, которые, как и я, к этому ремеслу не имеют никакого отношения, но очень любят и почитают все, что с ним связано. Я помню тогда, что маститый взрослый мужчина, знаете, в летах, который отыгрывает исключительно драматические и тяжелые роли, он говорил о том, что я его спросил, или кто-то в компании спросил о том, а как вообще актер совмещает личную жизнь со своим ремеслом, своей профессией. Он говорит, никак. Личная жизнь, она находится где-то здесь, а когда я на сцене, я отдаюсь ей полностью. Я спрашиваю, ну вы же со сцены уходите, и он мне сказал что-то сакральное в духе «я никогда не ухожу со сцены», как настоящий актер никогда сцену не покидает. И вот почему я и задал вам этот вопрос, ведь вы активно молодой человек, насколько я понимаю, вот как вы описали, что вы от этого кайфуете, да, вашей же терминологией, и есть какая-то жизнь помимо театра, есть театр, и если он забирает действительно такое огромное количество энергии, а художественный руководитель, я просто не понимаю, куда в этот темп и ритм жизни помещается еще и вот этот сегмент. Многие спрашивают у меня, как ты все это успеваешь, и, конечно же, тоже про то, что вы сказали, мои родные и близкие нервничают и бесятся от такого темпа ритма, но они уже с пониманием относятся к этому. Да, на личную жизнь остается крайне мало времени. Выделяется, ну, буквально, может быть, какой-то денек в неделю, несколько часов, а остальное все это непрерывная работа и с детьми, и с театром, но уже... Вот так по-честному бывает? Чувствуете, что перевесы куда-то ездят? Бывает, что я перегружаюсь, да, и нужно просто хочется уехать и куда-нибудь про все забыть, отдохнуть хотя бы на неделю, поэтому стараюсь так, кстати, делать пару раз в году. Это, кстати, очень правильно, очень хорошо, если у вас есть такая возможность и получается это сделать. Всем рекомендуем, всячески. Все-таки север замечательный край, но иногда нужно нам и солнышко ощутить, и тишину послушать, не скажем, гул машин где-то на центральных проспектах города. Работа с детьми. По своему опыту могу сказать, что это что-то необыкновенное всегда и очень сильно отличается от работы со взрослым человеком. Но это если мы говорим о, скажем так, на воспитательно-психологическом направлении деятельности. Когда мы говорим о взращивании актеров, актеров театра, может быть, актеров кино, в любом случае людей, которые будут взаимодействовать с публикой и творить магию, искусство перевоплощения для них. С кем работать тяжелее, с какой возрастной категории и с кем интереснее. Я не хочу, чтобы вы как-то обидели своих учеников, с этим мне классно, с этим мне не здорово. Но вот по своему профессиональному опыту. Знаете, я когда начинал, мне было очень тяжело. А когда это было, простите? Три года назад открылась театральная студия «Домино», но раньше еще я работал в Санкт-Петербурге, тоже вел театральную студию у Валерия Немишаева, артиста театра и кино. А потом решил уже открыть свое дело. И тяжелее поначалу было, конечно, с маленькими детьми, которым 5-7 лет. Они куда-то бегут постоянно в разные стороны. Ты думаешь, приходишь и думаешь, что с ними вообще можно сделать, какой можно собрать спектакль. Но в ходе работы все укладывается на свои круги, и ты уже понимаешь, что можно что-то сложить. У нас выпущено два больших спектакля, большущих спектакля для такого возраста. Это «Теремок» и «Муха-Цыкатуха». Тоже неоригинальная «Муха-Цыкатуха», которая написана автором. Эти спектакли идут полчаса, и дети полчаса существуют на сцене, играют, поют, танцуют. И никто из взрослых не помогает в этом сложном деле. Конечно, в «Теремок» переставляются декорации, дети переходят на другую сцену. И все, в течение полчаса, как настоящие артисты, они взаимодействуют. Это, наверное, большой стресс для ребенка. Огромный стресс для ребенка, но и огромный стресс для преподавателей. Потому что в последний раз, когда мы играли «Муха-Цыкатуха», сложнейший спектакль. И текст сложный, и постоянно переходы. У нас четыре преподавателя, с одной стороны два стояло, с другой стороны кулис два педагога стояло. Плюс я еще там в звуковой рубке стоял. Очень много было преподавателей, которые переживали и постоянно помогали в этом деле. Но дети все смогли и сделали. А если по итогу ребенок заинтересован, все, вы как преподаватель смогли его погрузить во всю эту атмосферу, плюс ему само это очень нравится. А кто лучше убедительно вживается в роль, подросток или ребенок? А вот для примера, может быть, совершенно далекого, возьмем Леонардо Ди Каприо. Он получает, уже будучи взрослым мужчиной, Оскар, вымоченный, наконец-таки, за фильм «Выживший». Но кинокритики всея, скажем, мировых постаментов, мировых билбордов, которые за ним наблюдают, убеждены в том, что Оскар он заслужил еще в фильме «Что не так с Гилбертом Грейпом». По-моему, так фильм назывался. В общем, Ди Каприо было 13 лет, когда он снимался с молодым Джонни Деппом. И они убеждены в том, что именно в этом возрасте он настолько вжился в роль и так показал, на что способны дети, что вот тогда ему надо было давать Оскар. А все остальное, ну, это как бы уже сатисфакция, скажем так. В любом случае, свое забрал, и ладно. И раз уж у нас с вами сегодня диалог, такая возможность пообщаться с человеком, который занимается как раз-таки с будущими потенциальными Ди Каприо, дикопрятами, да, дикопристами, ну, так еще можно, да, околополитично, конечно, звучит, но все же. А какая аудитория, она наиболее лучше вживается в роли? Вот, которые дети от 18, как вы уже сказали, потому что и взрослые присутствуют, или как раз-таки вот юные дарования, которых смогли очаровать, и они просто перевоплотились? Ну, я дам ответ более развернутый. Давайте. Посмотрите. Дело в том, что младший возраст, 5-7 лет, тут уже играет детская непосредственность. Они сами по себе, им ничего играть не надо. Вот большинство детей, они выглядят очень мило и умилительно, когда на них смотришь. И, конечно, когда уже дети в среднем возрасте, уже постарше, там уже... В среднем возрасте это? Это уже где-то от 11 лет. От 9 до 11. Вот там уже нужно подключать актерские данные, уже нужно использовать теорию Станиславского, нашего любимого. Здесь уже работа сложнее идет. Конечно, детям уже нужно подключать и актерскую свою специфику природу, чтобы, конечно, не просто своим брать манкостью, так сказать, а еще и, конечно, должна уже быть игра. Потому что дети маленькие, но тут уже снисходительно. На них смотришь, и, конечно, уже возникает чувство умиления, и ничего от них уже не ждешь, какой актерской игры, потому что они сами и есть актерские. Ну да. А что касается старшей группы, здесь уже все. Мы с ними уже занимаемся конкретно теорией, и я им даю конкретно задачи, которые мне дают Юрий Вячеславович, Александр Петрович, наши режиссеры из театра «Северного флота», и их приучаю уже конкретно к профессиональной деятельности. С ними сейчас очень интересная работа идет. Мне очень нравится, когда мы на одном языке говорим. Действительно, они меня понимают. Это такое удовольствие, когда они действительно взахлеб смотрят, и их взгляд виден, когда они действительно меня понимают, когда им интересно. Этот взгляд у меня у самого был, когда я был студентом театрального вуза, когда мы с режиссером на одном дыхании. То есть во всех возрастах, как вы видите, есть свои плюсы и свои минусы. Средний возраст, наверное, будет все-таки посложнее, потому что они как раз-таки переходят. Из младшего возраста… Из детской приятной непосредственности к взрослому особенностному. Да, потому что к взрослому серьезной работе. Чем у нас отличается подача материала? Для младших это, конечно же, искусство представления. Выйти, понять материал, преподнести его так, чтобы они, конечно же, сами понимали, и это должно быть ярко, красиво, звонко, и без лишних каких-то кривляний это должно быть с пониманием. То есть такой курс правильной риторики для молодых. С пониманием. Это искусство представления. Это ярко, выступить, красиво, чтобы ребенок понимал, и зритель его понял. Что касается средней группы, это искусство представления наполовину, наполовину уже искусство переживания. Они уже постепенно входят в профессиональную деятельность, им даются азы. Старшая группа только уже искусство переживания, они уже конкретно работают над этим, как взрослые настоящие артисты театра. Скажите, пожалуйста, а вы вот озвучили школу нашего любимого Станиславского, как такая живая притча в языцах, которая никогда, ни в одном я не слышал о театральном диалоге, особенно если мы говорим о преподавании, чтобы не прозвучало имя великого гения. Много есть подобных, ну точнее не много, но есть подобные качественные примеры удивительных школ. Например, брат Антона Павловича Чехова, который на сцене... Михаил Чехов. Да, да. Вторую или третью сущность создавал, такая была интересная терминология. В общем, суть была в том, для тех, кто не в курсе, когда после этого тренинга, его подготовки к спектаклям и к постановкам, он выходил на сцену, и суть была в том, что даже те, кто работал с ним в труппе, его не узнавали. Вот настолько человек перевоплощался. То есть что-то на уровне где-то между эзотерикой и актерским мастерством, ну это потрясающе. Но это все примеры, проверенные временем, это очень интересно, это любопытно. Появляются ли со временем, ну мы говорим 2020 год, век компьютеризации, цифровых технологий и очень высокого темпа ритма жизни, информации много. Есть ли какие-то новые трюки, новые школы, новые методики, которым подходят при обучении детей? Или берется за основу исключительно классика, самая проверенная старая школа? За основу, конечно, берется Станиславский, потому что он, наверное, основоположник школы русского театра, которую придерживаются, наверное, все. Конечно, есть... Ну, есть же авангардные театры. Есть, есть, есть современное искусство. Сейчас очень любят в театрах осовременивать пьесы. Например, Лопе де Вега обязательно поставят на современный элант. Я был в театре на Моховой, смотрел Ромео и Джульетта, там было поставлено как современная итальянская мафия. Даже последняя сцена была в морге, где действительно люди лежат под навесами. То есть... Вы как к такому вообще относитесь? Я... Не слегка отходя от темы. Я... Спорный вопрос, потому что вот на самом деле театроведы, вот из института, я помню, они очень положительно относятся, потому что, говорят, это время, театр тоже должен идти в ногу со временем. Ну, для меня лично, ну, пишите тогда пьесу про современную, вот, про современную морг, про современную итальянскую мафию. Для меня должно быть Ромео и Джульетта. Классика и оставаться классикой. Да, для меня классика должна, ну, вот так к этому я приучен. Александр, продолжим этот диалог относительно новых старых школ по завершению рекламного блока. Вот он буквально сейчас наступит. Рекомендую всем не переключать FM-волну и свой телеканал. Полторы минуты, и мы продолжим беседу. Реклама. Продолжаем беседу в открытой студии. Напомню, у нас в гостях сегодня художественный руководитель детской театральной студии «Артист» Театра Северного Флота Александр Титовский. Меня зовут Николай Дукмус, я ведущий открытой студии. И наши контактные данные остаются неизменными. 99-45-45 номер для ваших звонков в прямой эфир. Плюс 7-921-708-2006. К ним привязаны Телеграм и Вайбер, наши интернет-мессенджеры. Туда можно отправлять сообщения. Соответствующий гаджет расположен на столе под правой рукой, фактически как рука на пульсе. В любой момент прочтем и ваши комментарии, и ваши вопросы, если они возникнут. Вы практически полностью успели ответить на мой вопрос. Мы остановились на модернизации театра и о том, как современная интерпретация классики воспринимается и театральными мастодонтами, и те, кто недавно в этой профессии. Ну, согласитесь, тут достаточно субъективный разговор, потому что кто-то может увидеть в этом настоящее открытие, целую революцию. Ну, а кто-то считает, что классика на то и остается классикой, что она не тронута и актуальна, вне зависимости от контекста. Я имею в виду, будет древняя туника на главном персонаже или пиджак, проблемы должны оставаться теми же, потому что человечество меняется, но только с разных сторон. Это может быть очень длинная, долгая полемика, поэтому мы ваше мнение услышали, я с ним, в общем-то, солидарен. Это любопытно. Но что касается конкретно работы с детьми в преподавании как художественного руководителя, вы сказали, что большая часть – это база, это классика. То есть, Станиславский, какие-то другие итерации старых школ, то есть, современных элементов нет вообще, а в них нет необходимости? Есть современные элементы, мы вводим сами, мы берем тоже из современных тренингов, которые мы тоже смотрим. Есть современные авторы, драматурги, мы тоже используем современные драматурги, мы тоже берем. Мы не только конкретно зациклимся на Станиславском, мы берем и Кнебель тоже, оттуда есть тренинги, и Товстоногов. Мы даже совмещаем некоторые школы, чтобы у них было разнообразие в голове, не только один Станиславский, Станиславский, Станиславский. Мирхоль тоже целую технику через внешнее, к внутреннему тоже он придумал. Это тоже любопытно. Очень много театров, допустим, работают по системе Мирхольда. Любаси, господи Александр Петров, от внутреннего к внешнему. Но не будем о современных российских артистах. Я так понимаю, я для чего вас это спросил? Многие считают, что в отличие от, скажем, киноиндустрии, именно театр, он очень законсервирован и по-хорошему. Знаете как, не пропускает, не теряет свою магию изнутри и не пропускает внешне какие-то неприятные, ненужные элементы. Поэтому приятно узнать о том, что помимо базовых, старых и проверенных методов, есть еще и дополнительные методики работы с детьми. Это здорово. Ну мы вводим, да, мы смотрим, интересуемся, чтобы какие-то современные. Вот допустим, мы сейчас у нас проводим мероприятие, посвященное Хэллоуину. Я понимаю, что это не наш праздник, но дети всегда очень с трепетом к нему относятся, им всегда очень интересно. Всем они немножко кельтые. Да, мы украсили аудиторию в этом стиле, и дети будут приходить, заниматься, им будет очень интересно. Они будут надевать костюм, будут разукрашиваться в гримы, вот это современное тоже такие вот веяния мы тоже вводим. А вообще, какой получается репертуар у выпускников или учащихся домино? Вы озвучили несколько сказок, которые мы все помним с самого детства. Есть постановки, связанные там более аутентично с современным праздником, есть какие-то или реверансы в этом направлении? Мы ставили новогоднюю кампанию в прошлом году. Это по сказке «Как стать Снегурочкой», у нас назывался «Новогодний переполох». У нас тоже была одна из больших городских елок, у ДК железнодорожников проводили мы. И, как полагается, с интермедией. В основном у нас, конечно же, репертуар это сказочный. Сейчас мы хотим немножечко от него отойти со старшей группы. А почему? Почему сказочный? И почему хотите отойти? А именно со старшей группой хотим перейти в более серьезный материал, потому что они уже наиграли в сказки. У них уже сыгранная пастушка и трубочист, хотя я не скажу, что это совсем сказка, потому что там очень серьезные переживания есть. Это все-таки Андерсон. И они сыграли «Новогодний переполох», все-таки сказка для детей. Конечно, им очень нравилось играть, но они все время по глазам, я вижу, что хотят что-то посерьезнее. Сейчас у нас в постановке «Приключения котов-мушкетеров» пьеса с фехтованием, с элементами хореографии. То есть у нас есть такой очень экзотический и редкий предмет, как арт-фехтование, где дети как в театральном настоящем институте обучаются эти техники, как и на рапирах, так и на кинжалах. И это все они, дай бог, когда все уже... Я правильно понимаю, речь идет о нормах атаки и парирования, чтобы это было безопасно, но при этом выглядело эффектно, как будто настоящий бой. Да, это арт-фехтование, это арт-фехтование, да, или сценическое фехтование называется. Для этого учатся обязательно позиции, уколы, защиты, и все это делается на конечнике, обязательно такая пробка, чтобы ничего не случилось. Конечно, это рапиры специальные, специальные именно художественные для постановки спектаклей. Они абсолютно безопасны, дети также обучаются не только на рапирах, но и на пластмассовых эспадронах, они называются, которые абсолютно безопасны. А с какого возраста допускается на работу с этими безопасными операми? Только старшая группа. Только старшая группа? Только старшая группа. А у нас средняя группа занимается не менее интересным предметом, это цирковое искусство, на котором они учатся, как и жонглировать, и акробатики учатся, и эквалибристики, и уже когда они обладают этими навыками, можно уже приходить к что-то очень серьезному и взрослому. Скажите, вы наблюдаете за юными актерами, и на протяжении как минимум трех лет наблюдается наверняка рост какой-то и творческий, и профессиональный, помимо того, что они просто взрослеют и становятся более собранными, более многоплановыми, многоструктурными, или, позвольте, даже многослойными людьми. Вы наблюдали такое, что кто-то, кто играет в сказку, ну вот такая постановка-то, его взрослой контингент, а он уже вырос из этой сказки. И вот вы сказали, что вы уже замечаете по глазам, что кому-то хочется все это посерьезнее. Возникали мысли о том, чтобы поставить по-настоящему тяжелое произведение, и может быть даже не тяжелое, но где упор все-таки будет сделан на драму? Я сейчас думаю над этим вопросом, и, наверное, что после Нового года я займусь этим, потому что я сам хочу. Ну, к этому просто нельзя детей набрать, понимаете, сразу им дать такой материал. Конечно, нельзя. Как это, зачем? Им даже неинтересно будет к этому подойти. Вот как раз-таки через сказку мы вырабатываем вот это понимание режиссерских задач. Хороший вопрос задали. Я стал замечать спустя, наверное, год, второй, третий сейчас очень стал замечать, что дети вырастают, и дети реально меня понимают, и дети из них получаются действительно настоящие артисты. И если они будут дальше продолжать это дело, у них будет хорошее будущее. И дети, которые в средней группе уже два года занимались, сейчас они перешли в старшую группу. Они обладают уже навыками циркового искусства, умеют жонглировать. Вот у нас была постановка «Волшебник изумрудного города». Был целый номер у Гудвина, в котором он в течение трех минут танцевал и одновременно с танцами еще и жонглировал. Потрясающе. И сейчас он занимается вхитованием. Как вы думаете, когда ребенок через, ну сколько ему сейчас, 12 лет, через 6 лет он придет поступать в театральный вуз, возьмут его или нет? Конечно же, с распростертыми объятиями мастер. Ну, пока можно точно сказать, что вряд ли он заинтересуется бухгалтерским репестантом. Ну, конечно, конечно. Скажите, а вот вы как раз сейчас подвели к тому, что детей ожидает великое будущее. Ну, есть перспектива. Это очевидно, и это здорово. Ведь если они уже сейчас в этом возрасте готовы сказать миру больше через сцену, через образы, через эмплуа, я думаю, что их слова будут приобретать все больше вес с годами, если они это не будут бросать. Это будет чувствоваться, это будут настоящие артисты с большой буквы. Но давайте так, я спрошу, может быть, это будет неприятный вопрос, но я не могу его избежать никаким образом. Ведь если меня спросят, насколько перспективна профессия журналистики, я улыбнусь и отвернусь. Быть актером сейчас, насколько это перспективно? Я знаю ряд родителей, которые либо знакомят детей, ну, не в наших даже городах, знакомят детей с этим ремеслом, отправляют их в секции или там театральные кружки, но воспринимают это исключительно как баловство или развитие определенных навыков, коммуникации с другими детьми, какие-то спортивные элементы, которые присутствуют, раскрепощенность, ну, так сказать, позволит ребенку не оставаться замкнутым в тисках своего микромерка в своей семье. Но конкретно эти родители не воспринимают, как, да, у нас вырастет актер, ну, актер это как-то несерьезно. Ну, когда их спрашиваешь, а как же так? Как же люди попадают на сцену театра, снимаются в кино, в России, да во всем мире? Говорят, ну, вот как-то кому-то везет, там где-то связи, что-то такое, актер это несерьезно, это один шанс на миллион. Вот вы по-честному скажите мне, как вы расцениваете подобные суждения? Я могу рассказать на своем примере. Давайте. Я поступил в театральный вуз в Петербурге, отучился, отслужил в армии и хотел уехать в Питер, и уехал в Питер. Работы нет в Питере. Я вернулся и построил свое будущее здесь. То есть у меня есть сейчас и студия, и в театре работаю, я самый счастливый человек. Все зависит от человека. Если он хочет этим заниматься, если он хочет всю жизнь потратить на то, что театр – это его все, то он будет счастливым человеком, будет получать от работы то, что он хочет. И будет достойная зарплата, и будет и работа, и будут творческие выступления, и будет вся жизнь его счастливой. То есть не бывает непреодолимых каких-то препятствий, если ты просто по-настоящему хочешь связать свою жизнь с актерской реальностью? Да, я смотрю просто на людей, которые думают, что они поступили в театральный вуз, отучились, и все, нас везде возьмут. Но с таким подходом, конечно, нет. Все зависит от человека. Он должен находить возможность творить, находить возможность реализовывать проекты. Эти проекты обязательно дадут плоды, если ты с душой в них вкладываешься, если тебе это нравится, и ты хочешь не просто ради того, чтобы там, допустим, просто в театре куда-то осесть и репетировать там, и работать. А чтобы, наоборот, развиваться, человек всегда найдет возможность. Это надо быть в душе артистом, а не просто себе придумать эту профессию. Александр, тогда приоткруйте завесу тайны, как человек, который уже испытал тяготы культурной столицы на себе. Насколько это агрессивная среда? Я имею в виду актерского комьюнити. Там очень большая конкуренция. Я сразу скажу, да. Во-первых, там и не один театральный вуз, и очень много вузов, выпускающих артистами, конечно, выходят просто, можно сказать, пачками артисты, что из Москвы, что из Питера. И они друг друга из одного города еще и переезжают, потому что кто-то в Москве, допустим, в театр не устраивается, приезжает, конечно же, в Питер. Кино все занято в основном эпизоды, массовка. То есть артистам нечего, по сути, даже есть там. Но я еще раз повторяю, что каждый найдет для себя истинный путь. Допустим, у меня есть однокурсники, которые тоже, начиная с личных каких-то проектов постановочных, выросли сейчас до таких масштабных размеров, что сейчас это уже можно называть целыми театрами. Последний вопрос. Артист должен быть амбициозным и немножко самовлюбленным? Без этого никак. Артист должен любить себя и должен постоянно себя выставлять вперед других. Конечно, относиться ко всем надо с уважением, но без вот этого, вот то, что я буду звезда и самый лучший. Без тщеславия. Да, без этого никак. Артист должен очень любить себя, должен любить выступать, должен любить себя преподносить зрителю, потому что без этого, ну как тогда добиться этого? Это и есть то, что заряжает человека. Тот двигатель, да? Тот моторчик, который пока он кряхтит, будет процесс двигателя. Главное не переборщить, да, оставаться человеком. Ну что ж, друзья, и вы постарайтесь не переборщить, оставайтесь людьми, задумайтесь о том, чтобы, посмотрите на свое дитя, возможно, в нем сейчас, где-то сейчас тлеет огонечек таланта, который необходимо разжечь огромными мехами театрального искусства. Почему бы и нет? Ну, а с остальными подробностями, я думаю, можно обратиться уже в театральную студию Домино. На этом эфир открытой студии подходит к своему завершению. Было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо, что прибыли к нам в гости. Спасибо вам большое. До свидания. Открытая студия